Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать с тем, что мы с вами уже живем в новом году жизни, на середине сезона зимы, но в то же время мы находимся в начале третьей главы третьей книги Царствия. Мы вступили в новую главу, и для нас с вами открывается новая перспектива узнать то, что произошло в жизни Соломона за это время, когда он уже на царстве, когда он разобрался с завещательной речью Давида, практически все поставил на свои места, а теперь у него есть свои задачи, которые уже Давид ему не прописывал. У него есть только одно направление, чтобы он оставался с Богом. Вот это говорил ему отец, вот об этом он его наставлял, ну и соответственно у Соломона свои отношения уже тоже теперь складываются с Богом. И то, что мы читаем на старте этой главы, и причем есть такая добавка на старте этой главы, связанная с не канонической вставочкой, да, то есть не во всех Библиях она может оказаться, первая строчка, когда утвердилось царство в руках Соломона. То есть мы сейчас вступаем в зону, когда утвердилось царство у Соломона в руках его. Но с другой стороны там есть какие-то моменты, связанные с его еще юностью, а с другой стороны уже с устройством и благоустройством, и с устройством личной жизни. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. С одной стороны, человек просто имеет право жениться, и это нормально, но то, что здесь идет речь о фараоне, о царе египетском, это не есть хороший старт. И в конечном итоге мы увидим, во что это превратилось в жизни Соломона. Сейчас ему не кажется это важным, не кажется это малым или значимым, и поэтому, в общем-то, он имеет право и выбирать и так далее. Но почему мы говорим о том, что в этом есть опасность? Есть, во-первых, такое слово сказанное, то не считает важным малое, тот мало-помалу придет в упадок. И, соответственно, вот это слово, которое сам-то Соломон им пренебрег, потому что Господь от старта говорил, чтобы народ израильский имел в своем окружении, в своем родстве, тем более таком близком родстве, семейном родстве, тех, которые из его же народа. Так как люди, которые приходят из другой культуры, из другого народа, они несут в себе не только внешние признаки и не только признаки их поведения, а это внутренняя генетическая программа, которая уже формировалась с годами и была уже заражена многобожием, поклонения идолам, ценностями, которые там неслись на уровне того, чтобы поклоняться фараону как Богу, потому что когда-то народ израильский, выходя из Египта, получил такое слово, которое сказал Бог Моисею, с именем моим Господь я еще не открывался, а теперь я откроюсь фараону. То есть я покажу, кто царствует, кто на самом деле Господь, потому что стали поклоняться фараону как Богу уже годами, и это стало внутри складываться, как некоторая матрица жизни, генетический код. И, соответственно, сейчас, когда соединяется Соломон с дочерью фараона, здесь уже закладывается мина замедленного действия, и она сработает в конце его жизни, может быть, чуть даже раньше, чем в конце, но сейчас это только стартовая площадка. Поэтому, друзья, не сразу совершается суд, не сразу ощущается, что ты куда-то уклонился в сторону, особенно на старте развилки, когда только маленький угол различает тебя от этих шагов, ты идешь в правильном направлении или нет, но впоследствии, когда ты уже пошел в этом неверном векторе, выбрав этот путь, то уже впоследствии будет видна огромная разница. И поэтому хочу помолиться, чтобы Господь сохранил нас от таких отклонений, которые на старте нашего выбора могут не так ярко быть видными. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем с Тобой об этом говорить сейчас. Сохрани нас от тех скользких дорог, от тех путей, которые будут кривыми в глазах неба. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы уклониться от пути правды. И я благодарю Тебя, что есть путь, по которому нам должно идти. Вот путь, идите по нему. И Ты сказал, остановитесь и познайте. Я желаю, чтобы мы умели останавливаться на пути жизни и познавать Тебя, как Боготворящего. Поэтому научи нас так исчислять дни наши, чтобы приобретать сердце мудрое. И я благословляю себя и Твой народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok